Добрые дела и студотрядовское движение. БРСМ исполнилось 19 лет. Бобруйск имеет свои проекты, свои наработки, свои традиции. Сколько ребят сегодня вступили в ряды организации, какие скидки предоставляет членский билет. Вычитать, умножать и правила дорожного движения соблюдать. Сотрудники ГАИ встретились с первоклассниками 35-й школы. Ну самое простое, надо проезжать и переходить дорогу на зеленый свет. О чем говорили, какие подарки достались ребятам. Еще один шаг навстречу Высшей Лиге. Бобруйская Белшина на выезде уничтожила Лиду. Добрый день. Благодарил Калу и всем хорошим. Кто забивал и где завершится выездное турне. А также союзные программы, новые правила и черное золото. Президент встретился с генеральным директором Беларусьнефти. Какую задачу перед концерном поставил Александр Лукашенко. День рождения только раз в году. БРСМ стукнуло 19 лет. Молодежь с пользой провела праздник. Эпицентром событий стала гостиница «Турист». В конференц-зале собралось порядка 60 человек. В программе открытый диалог, тимбилдинг и вручение членских билетов. Какими идеями горят юные бобручане, узнавала Карина Гуревич. Белорусскому республиканскому союзу молодежи 19 лет. В конференц-зале гостиничного комплекса «Турист» открытый диалог. Начинается он с идей. Одна из них – развитие киберспорта. Спикер ссылается на опыт западных стран. Там и соревнования, чемпионаты целые проводятся. А у нас – тишина. Прямо в зале находятся единомышленники, готовые поделиться опытом, наработками. В общем, проект «Зеленый свет». Не забывают и про свои корни. Ведь все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня мы рассказали о том, какие традиции сохранились еще в союзе молодежи, потому что мы правоприемники комсомола. Когда была организована наша организация, когда было организовано общественное втенение БРСМ, сколько за время жизни нашей организации 19 лет, какие появились у нас свои традиции, свои какие-то идеи, творческие проекты, которые реализуются и обновляются. Для почти трех десятков ребят сегодня день особенный. Им вручают членские билеты. Дарья Сидорова – одна из них. Свои 14 девочка – заядлый участник многих школьных конкурсов и проектов. Да, такие люди в БРСМ нужны. Тем более организация – хороший старт для успешного будущего. О документе. Если вы думаете, что это просто бумага, то вы ошибаетесь. Карта – это большие возможности. В частности, держателям предоставляются скидки в магазинах, кафе, салонах красоты. Здесь те, кто меня понимает, те, кто реально может поддержать меня, мою идею, и сделать так, чтобы я всегда была кому-то нужна. Мне нравится множество интересных идей, которые они предлагают. Я всегда очень любила предлагать что-то новое. Мне кажется, что это надежда, которую мы даем. Студенческие отряды – бренд БРСМ. Например, этим летом в городе отработало 39 бригад. Это почти 500 человек. Ребята помогали на стройках, в лагерях и других учреждениях. В скором времени появится еще один трудовой десант. Бобруйск имеет свои проекты, свои наработки, свои традиции, которые действительно можно поучиться любому городу в нашей республике Беларусь. 6,5 тысяч бобруйчан – столько ребят в молодежном союзе города. Это не только школьники и студенты колледжей, но и работники предприятий. Новые идеи – сотрудники из задачи. С таким багажом БРСМ входит в свой 20-й год. Планы грандиозные. Успех – работа всей команды. Ведь каждый носит вклад в развитие города. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Кривая дорожка. В Климовичах сотрудники ГАИ задержали очередного пьяного водителя. Внимание инспекторов привлекла Митсубиси каризма, которая петляла по проезжей части. Сигнал о постановке водитель проигнорировал. Выключил свет фар и давай утекать. Спрятаться хотел за городом. Остановил нарушителя крутой поворот. Он не справился с управлением, съехал в кувет. Задержанным оказался 35-летний Витебчанин. Парень уже привлекался за нетрезвое вождение. После перестал и вернул права. Однако с ними ему придется снова расстаться. В этот раз на 5 лет. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 1473 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразили 492 399 человек. В стране продолжается иммунизация населения. Свыше 190 тысяч привилось от коронавируса в Могилевской области. Цифра ежедневно увеличивается на 4-5 тысяч человек. В предстоящий холодный сезон и сопутствующий ему рост вирусных инфекций способствуют активности граждан. На этой неделе стартует вакцинация студенческой молодежи. Особое внимание лицам пожилого возраста. К слову, в Беларуси с Пекина прибыла очередная партия Синофарма. 500 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи. Еще миллион в рамках закупки. Баби лето, белорусская нефть и стражи порядка в школе. С нынешнего учебного года мера безопасности в учреждениях образования берет под контроль департамент охраны. Какие еще будут нововведения? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент встретился с генеральным директором Беларусьнефти, геологоразведка, переработка сырья, реализация продукции через самую крупную в Беларуси сеть автозаправочных станций. Об этом и многом другом сегодня говорили во Дворце независимости. В частности, Александр Лукашенко отметил, разработка новых месторождений в ближайшие годы позволит увеличить добычу до 3,5 миллионов тонн в год. Локализация производства продукции белорусских и российских предприятий и допуск к госзакупкам – основные задачи союзной программы по единой промышленной политике. Особое внимание созданию равных условий для производителей, формирование совместных стратегий импортозамещения и признание технологических операций. В основном все союзные проекты заработают к 2025-му. Отдельные категории граждан смогут пересекать границу республики наземным транспортом раз в три месяца. Норма распространяется на тех, кто имеет вид на жительство или паспорт другого государства. Кроме того, это касается и белорусов, которые работают или учатся за рубежом, а также иностранцев с разрешением на проживание в нашей стране. Ранее выезжать можно было не чаще одного раза в полгода. Эта мера – необходимость для предотвращения распространения инфекции COVID-19. С нынешнего учебного года меры безопасности в учреждениях образования берет под контроль департамент охраны. Установят камеры наблюдения, цифровые записи будут храниться минимум месяц. Для этого появятся собственные серверы. Также в планах поставить турникеты. В Минске все школы уже перешли к новой системе. В регионах работа продолжается. Осень встает на паузу. В стране потеплеет середины недели. Во вторник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 9 градусов тепла. Днем 14-19 со знаком «плюс». В гостях у первоклассников сотрудники ГАИ в минувшие выходные заехали в 35-ю школу. У детей прошел урок безопасности. Маленьким участникам дорожного движения напомнили о правилах и, конечно, подарили полезные сувениры. Ольга Васенда продолжит тему. Суббота. 11.00. Перед входом 35-й школы построение. В строю первые классы. Напротив – представитель госавтоинспекции. Правила дорожного движения. Главная тема встречи. Малыши вспоминают и запоминают, для чего фликеры и зебры на проезжей части, какие сигналы у светофора и как безопасно ездить на велосипеде. Что ты знаешь о правилах дорожного движения? Ну, самое простое – надо проезжать и переходить дорогу на зеленый свет. Знаешь, что такое фликер? Фликер – это такая штучка, чтобы светилась в темноте. А зебра что такое? Зебра – это дорожный переход. А ты всегда по правилам переходишь дорогу? Да, на зеленый свет. Гости с подарками, но не все так просто. Их нужно заслужить. Школьники старательно отгадывают загадки, задают вопросы, обсуждают ПДД. Главное – мотивация. Сегодняшнее мероприятие для детей не только познавательное, но еще и очень важно. Им подарили хорошие подарки, фликеры. Каждый дома рассмотрит, покажет родителям, прикрепит на свою одежду. Серьезный разговор и с родителями. Необходимо следить за детьми. Это главное правило. К сожалению, ДТП с участием несовершеннолетних увеличивается. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности и специальными креслами. Если игнорировать, можно получить штраф до 232 рублей. В связи с началом учебного года в рамках проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» Госавтоинспекция совместно с заинтересованными лицами проводит профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня мы посетили 35-ю школу и всем первоклассникам были вручены памятные сувениры. Это фликеры, ручки и блокноты, которые пригодятся им для учебы. Неделя детской безопасности завершится 7 сентября. Тем временем в Бобруйске с начала года зафиксировано 9 аварий с участием несовершеннолетних. Одно из них по вине ребенка. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вернулись на вершину турнирной таблицы. Белшина на вызе разобралась с футболистами Лиды. Красно-черные ехали на запад страны в качестве явного фаворита, что и подтвердили действиями на поле. На 30-й минуте первого тайма Луцевич оказался самым расторопным в чужой штрафной. Головой отправил мяч в сетку хозяев поля. Во втором тайме зрители увидели еще три гола. По разу отличились Барковский, Делевский и Саев. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Шинников 4-0. Добились результаты. Конечно, что-то не получилось. Именно в плане позиционной игры в атаке и в ходах из обороны в атаку. Были хорошие моменты, просто где-то излишне на расслабленном концовстве были работы. А в целом я добрым ребятам и поблагодарил их всем хорошим. Победа позволила Белшине возглавить турнирную таблицу первой лиги. Следующий соперник – футбольный клуб «Барановичи». Снова на выезде. Матч пройдет 12 сентября, начало в 17.00. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!